Здравствуйте, меня зовут Рапсуна Аталиевна, я врач, кандидат медицинских наук, а по специальности педиатр, иммунолог-аллерголог и кардиолог. Содержание кальция в организме составляет около 1 кг и содержится он в основном в костях, где выполняет задачу укрепления скелета, который нас с вами поддерживает. И до 25 лет он там и накапливается, но после 35 лет, даже если вы здоровы, он, к сожалению, начинает обратный ход, из костей вымывается в кровь и выводится. И причем такими темпами, что к 70 годам организм теряет примерно около 30% кальция, и то это если вы не женщина, потому что если вы женщина, то этот процент и скорость его потери будут гораздо больше. Потому что в какой-то момент перестает синтезироваться эстроген тот гормон, который очень активно задействован в процессе обмена кальциями. И самое неприятное, к чему приводит дефицит кальция, это остеопороз с его спонтанными переломами, в том числе шейки бедра. Не могу не упомянуть, что остеопороз занимает четвертое место в структуре причин смертности и заболеваемости. Но заподозрить дефицит кальция нужно как можно раньше. Например, по таким признакам. Если у вас болят кости, и вы можете про себя сказать, что что-то ломит спину или выкручивают ноги и руки. Если у вас появилась некая сгорбенность и покатость плеч. Если у вас появилась повышенная чувствительность зубов, а врач-стоматолог даже сказал, что у вас породонтоз. Или, например, если у вас появилась ранняя седина или ломкость и расслоение ногтей и волос. Вы исполняете дефицит кальция, который вы заподозрили либо по тем симптомам, которые я упомянула, либо по наличию факторов риска, которые могут привести к его дефициту с помощью продукта синьши с высоким содержанием кальция. Он содержит не только ферментированный костный кальций, а еще и ряд витаминов, среди которых витамин D3, являющийся союзником. Коэффициент усвоения кальция достигает 95%, в том числе за счет создания нейтрального ПАЖ, чего вы никогда не увидите при приеме других пищевых добавок. Принимайте теньши с высоким содержанием кальция в одному пакетику два раза в день. К 25 годам память человека достигает пика возможностей, а вот после 35 начинает медленно снижаться. И одна из основных причин ухудшения памяти – это снижение основного нейротрансмиттера или передатчика нервных импульсов от одной клетки к другой – ацетилхолина. Лецитин является основным предшественником ацетилхолины, который, как я уже сказала, является своего рода связным при передаче информации от одной нервной клетки к другой. Он увеличивает производство энергии в нервных клетках. Все это вместе приводит к тому, что усиливаются мыслительные и аналитические способности человека, а также замедляется ухудшение памяти. Впервые лецитин обнаружил французский ученый Гобли, который в 1845 году обнаружил сходство тканей мозга и яичного желтка. Кроме лецитина в состав капсул с кальцием теньши входит таурин. Он усиливает производство энергии в нервных клетках, а вообще нервная система очень чувствительна к дефициту энергии. И вот таурин, несмотря на то, что кислорода может попадать в нервные клетки мало, он улучшает его использование на уровне митохондрии. И таким образом на одну единицу кислорода образуется больше молекул АТФ. Таким образом, таурин вносит также свой вклад в замедление, ухудшение памяти и аналитических и мыслительных процессов. Свой же вклад в эти процессы вносят и витамины группы В, В12 и В1. А что же здесь делает кальций? Мы привыкли связывать кальций в первую очередь с укреплением костной системы. А ферментированный костный кальций также вносит свой вклад в усиление производства энергии и улучшает передачу импульсов от одной клетки в другой, внося таким образом свой вклад в замедление, ухудшение памяти. Да, мгновение невозможно повторить, но память может вернуть нас в тошлое. Для этого принимайте капсулы циньши с кальцием по три капсулы три раза в день. В Гималаях произрастает не то гриб, не то насекомое – ирсагумба. Дословный перевод с китайского означает «летом трава, зимой гусеница». Упоминание ирсагумби можно встретить еще в древнекитайских трактатах. В них упоминается, что тех счастливчиков, которые найдут его и будут использовать, ожидает долгая счастливая жизнь, мужская состоятельность и привлекательность для лиц противоположного пола. А что такое ирсагумба? Ирсагумба – это мицелий кардицепса. Каждое лето местные жители отправляются на его поиски. И в сезон, который составляет всего один месяц в году, селы буквально пустеют, у них остаются только старики и дети. А все почему? Да потому что стоимость одного килограмма ирсагумбы доходит до 120 тысяч долларов. Надо сказать, что найти ирсагумбу нелегко, ведь она произрастает на высоте свыше 3500 метров и в тенистых местах. Но именно это и обуславливает ее полезные свойства. Климатические перепады. И такая высота не только не убивает ирсагумбу, но и придает ей уникальные свойства. Несмотря на то, что ирсагумба давно применяется в китайской медицине, на Западе они практически не знали. Известность она приобрела в 1993 году, когда на чемпионате Китая по легкой атлетике три спортсменки установили три мировых рекорда на разных дистанциях. При этом допинг-тесты показывали отрицательные результаты. И только когда тренер сборной упомянул о том, что спортсменки на обед ели суп с отваром ирсагумбы, вот тогда как раз и стало о ней известно. Основной механизм действия связан с тем, что мицелий кардицепса, который содержится в ирсагумбе, улучшает утилизацию кислорода клетками. Не увеличивая их количество, он улучшает качество их использования в митохондриях таким образом, что на одну единицу кислорода образуется больше молекул АТФ. А АТФ – это та основная энергия, которая нужна любой клетке. За счет улучшения утилизации кислорода на уровне митохондрий наблюдается повышение работоспособности, причем как физической, так и ментальной. Снижается частота сердечных сокращений и улучшается функция внешнего дыхания. А у спортсменов отмечается уменьшение накопления молочной кислоты и более быстрое восстановление после интенсивных тренировок. И особенно это нужно тем, кто работает в очень напряженном режиме, тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно ишемического генеза, тем, кто страдает бронхолегочными заболеваниями, тем, кто переболел простудными заболеваниями, тем, кто хочет повысить интенсивность своих физических тренировок, ну и пожилым людям. Принимайте капсулу с мицелием кардицепса по одной-две, один-два раза в день во время еды. Пребиотики – это вещества растительного происхождения, которые стимулируют рост и размножение полезной микрофлоры кишечника. При этом они могут это делать двумя путями. Во-первых, являясь пищевыми волокнами, которые не растворяются в желудочно-кишечном тракте, они попадают в толстый кишечник и служат там питательной средой для микрофлоры. А во-вторых, кроме поставки пищевых волокон можно добавлять дополнительные питательные вещества, которые также будут способствовать росту и размножению полезной микрофлоры. В составе продукта Прибиотик Тиньши Прибиотики представлены как первыми, так и вторыми компонентами. Так Прибиотики бета-глюкан и инулин как раз и поставляют толстый кишечник в пищевые волокна, которые, как я уже сказала, являются питательной средой. А когда есть чем питаться, то, соответственно, микрофлора растет и развивается. Кроме того, инулин способствует усвоению полезных питательных как микро, так и макроэлементов. Например, в его присутствии усвоение кальция увеличивается до 30%. А бета-глюкан является очень мощным иммуномодулятором. Другая часть Прибиотика представлена олигосахаридами и ксилитами. Олигосахариды способствуют тому, что усиливается жизнедеятельность как бифида, так и молочнокислых бактерий. Ксилит в свою очередь вносит также вклад в развитие бифидобактерий, но кроме этого он усиливает перистальтику кишечника и таким образом препятствует развитию гнилостных процессов в кишечнике. Весь этот богатейший состав помогает наладить пищеварение, контролировать вес, уменьшить влияние вредоносных токсинов, а также снизить уровень холестерина и глюкозы в крови. Принимайте Прибиотик Тиньши всего по одному пакетику один раз в день в течение одного месяца. Начиная говорить о капсулах с ресвератролом Тиньши, не могу не начать с того, что такое антиоксиданты и свободные радикалы. Свободные радикалы – это те молекулы, которые являются нестабильными, потому что у них не хватает одного или двух электронов. И чтобы прийти в стабильное состояние, они ищут, у кого бы эти электроны отнять. И в первую очередь отнимают их у липидов. А липиды составляют важную и обязательную часть любой клеточной стенки организма. И забирая их у липидов, они образуют так называемые дырки в мембране клеток. А если клетка имеет дырку, то она перестает функционировать. При этом в нашем организме присутствуют естественные антиоксиданты, которые являются своего рода щитом для защиты от вот тех свободных радикалов. Они отдают добровольно свои электроны и таким образом предотвращают разрушение клеток. Однако их мощности может не хватать, особенно когда количество свободных радикалов в окружающей среде увеличивается. Например, при увеличении количества выхлопных газов, или усилении ультрафиолетового излучения, или увеличении сигаретного дыма в вашем окружении. И вот тогда нам требуются антиоксиданты извне. Наверняка вы слышали, что жители Средиземноморья, несмотря на то, что употребляют в пище очень много жирных продуктов, меньше умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Секрет в том, что жители Средиземноморья употребляют очень много красного вина, который содержит много антиоксидантов. Например, катехин. Но виноград сорта мускат содержит не только катехин, но и ресвератрол. Это тот антиоксидант, который в первую очередь содержится в толстой кожуре этого винограда и в его семенах. Фактически 1 грамм кожуры этого сорта содержит от 50 до 100 микрограммов ресвератрола. Но вся проблема в том, что если вы будете использовать в качестве источника ресвератрола этот виноград, то будьте готовы к тому, что нужно будет думать о его количестве потребления, потому что все-таки большое количество фруктозы не очень желательно у больных с инсулинорезистентностью. И опять выходом является прием пищевых добавок с ресвератролом. Эффектов от приема антиоксидантов много, но, чтобы не перегружать вас, сосредоточиться на трех основных. Первое. Антиоксиданты замедляют старение кожи. Второе. Предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболеваний атеросклеротического генеза. Ну и третье. Обладают нейропротекторным действием, замедляют в частности развитие старческой деменции. И для того, чтобы получить все эти эффекты, принимайте капсулы с ресвератролом Тиньши по две капсулы два раза в день. Если раскрыть капсулу со спирулиной, то вы обнаружите синий-зеленый порошок, похожий на удобрение, к тому же горький на вкус. Перед вами синий-зеленая одноклеточная водоросль. И количество полезных компонентов в ней поистине уникально. О ее полезных свойствах знали еще ацтеки, употреблявшие в пищу, особенно во время тяжелых физических нагрузок. Основное действие спирулины связано с очень высоким содержанием в ней антиоксиданта фикацианина. Именно он обуславливает ее синий-зеленый цвет. Кстати, его еще используют как краситель. Хотя, на мой взгляд, это совершенно кощунственно. Многочисленные исследования показывают, что фикацианин – очень мощный антиоксидант с выраженным противовоспалительным действием. Антиоксиданты, как вы знаете, борются со свободными радикалами. Теми радикалами, количество которых в нашем организме увеличивается, например, при воздействии таких факторов, как курение, дыхание выхлопных газов, интенсивное ультрафиолетовое облучение. Теми радикалами, которые запускают, в свою очередь, перекисное окисление липидов, которое касается любых мембран клеток, потому что любые клетки нашего организма содержат липиды. Теми радикалами, с которыми связывают старение и, кроме того, очень большой список самых разнообразных заболеваний. И вот фикацианин, как мощный антиоксидант, препятствует образованию этих свободных радикалов и таким образом предотвращает разрушение клеток, являясь таким образом универсальным защитником. Ему в помощь в спирулине находится бета-каротин, тоже очень мощный антиоксидант, содержание которого в спирулине, в частности, превышает содержание бета-каротина в шпинате в целых 40 раз. Кроме антиоксидантной защиты, фикацианин еще способствует укреплению иммунной системы, поскольку вовлечен в процесс синтеза лимфоцитов. Не менее важное свойство спирулина связано с высоким содержанием вне белка. И если ацтеки использовали ее в этом качестве с древних времен, то в США и Европе спирулина получила свою известность только в 20 веке, тогда, когда НАСА стали использовать спирулину в качестве пищевой добавки. Сейчас астронавты на МКС едят мюсли из спирулины и ягод Годжи. Как и вегетарианцев и спортсменов, космонавтов привлекает высокое содержание белка в спирулине, достигающее 70%. Коэффициент усвоения этого белка также максимальный среди всех вообще растительных продуктов. Он также составляет 70%. Этим, в частности, объясняются результаты исследований, которые показали влияние спирулины на мышечную силу и выносливость. При этом при расщеплении белка образуется еще очень много важных аминокислот. Одна из них, например, аргинин, участвует в синтезе оксида азота, который расширяет кровеносные сосуды и таким образом улучшает кровоснабжение сердца и снижает артериальное давление. Другие аминокислоты, такие как глицин и триптофан, способствуют улучшению настроения, улучшению качества сна и повышению умственной работоспособности. И заканчивая этот краткий обзор, не могу не упомянуть влияние спирулины на больных с сахарным диабетом. Длительный прием спирулины на 1% снижает уровень гликированного гемоглобина. И это объясняется тремя свойствами спирулины. При ее переваривании образуется особый пептид, который способствует синтезу инсулина. Спирулина уменьшает инсулинорезистентность тканей, и они таким образом становятся более чувствительны даже пусть к более низкому содержанию инсулина, чем хотелось бы. Тому инсулину, который способствует, является проводником глюкозы из крови в клетке. Третьих спирулина содержит клетчатку, которая также способствует уменьшению уровня сахара в крови. Кстати, именно высокое содержание клетчатки объясняет также эффект по снижению веса у тех людей, которые принимают спирулину. Для реализации всех тех эффектов, о которых я сказала, принимайте по 6 капсул 3 раза в день во время еды. Хитозан Хитозан – это аминополисахарид, полученный из хитиновых панцирей ракообразных, представляющих собой пищевые волокна. Имеет он три уникальных особенности. Эти волокна нерастворимы в воде. Именно поэтому они ускоряют перистальтику кишечника, за счет чего ускоряется прохождение пищи по желудочно-кишечному тракту. И это ускорение способствует тому, что уменьшается всасывание продуктов обмена и токсинов. Кроме того, хитозан имеет большое количество водородных связей, которые способны связывать большое количество органических соединений, в первую очередь токсинов. И это также способствует очищению организма. Хитозан в комплексе с желудочным соком образует своего рода гель, действующий как впитывающая губка. И впитывает он в первую очередь те жиры, которые выступают с пищей. Таким образом способствует уменьшению веса. И организм для компенсации изменения этого липидного обмена начинает расходовать собственные запасы жира. И это также усиливает эффект по снижению веса. Также еще из дополнительных эффектов необходимо помнить о том, что пищевые волокна способствуют поддержанию нормальной микрофлоры кишечника со всеми вытекающими позитивными эффектами. Есть еще одно свойство хитозана, о котором совершенно невозможно умолчать, особенно если сейчас меня слушает женщина. Аминополисахарид хитозан распадается в организме и образуется несколько низкомолекулярных соединений. Одно из которых представлено гиалуроновой кислотой, являющейся основным структурным элементом соединительной ткани, представленным в первую очередь хрящами и кожей. Итак, капсулы с хитозаном способствуют нормализации функций желудочно-кишечного тракта, детоксикации организма, снижению веса, снижению уровня холестерина и снижению уровня сахара. Принимайте хитозан в капсулах сеньши по 3 капсулы 3 раза в день. Начну сразу с пяти важных фактов. Цинк – второй по объему металл в организме после железа. Он активирует свыше 200 ферментов, в свою очередь участвующих в различных процессах, протекающих во всех органах и системах. При этом, по оценкам ВОЗ, дефицит цинка испытывают больше 2 миллиардов людей на Земле. Цинк не синтезируется в организме и, соответственно, должен поступать исключительно с пищей. Но, чтобы получить суточную дозу, которая составляет 15 миллиграмм цинка, нужно съесть килограмм с четвертью говядины или 3 килограмма баклажан или 11,5 килограмм яблок. При этом все равно цинк, получаемый из продуктов, будет усваиваться не больше, чем на 30%. Для того, чтобы предотвратить дефицит цинка, нужно принимать пищевые добавки. Упомяну 5 важных свойств цинка. Он поддерживает, более того, укрепляет иммунитет. В частности, за счет синтеза интерферона или уменьшения разрушения лимфоцитов основных клеток иммунной системы. Если у вас высокая восприимчивость, в частности, к вирусным заболеваниям, имейте в виду, что здесь как раз у вас может иметь место дефицит цинка. Цинк улучшает состояние соединительной ткани. В первую очередь, за счет того, что участвует в синтезе коллагена, основного белка соединительной ткани, который отвечает за эластичность этой соединительной ткани. Именно поэтому цинк ускоряет заживление ран, устанавливает безжизненные пряди, стимулирует рост волос, укрепляет ногти, а также разглаживает кожу. Третье. Цинк улучшает работу нервной системы. В первую очередь, улучшает восприятие информации с разного рода анализаторов, зрительных, слуховых, обонятельных. Ну а кроме того, за счет ускорения передачи импульсов с периферии в центр, он улучшает, например, состояние вашей памяти или концентрацию внимания. Четвертое. Цинк способствует усвоению витамина А, предупреждая тем самым блефорит и макулодистрофию. Ну и последнее. Цинк участвует в поддержании высокого уровня функционирования репродуктивных органов за счет увеличения синтеза тестостерона и участия в процессах сперматогенеза. Если организм не получает достаточного количества цинка, он сигнализирует об этом разными совершенно симптомами. Послушайте их, и если вы услышите что-то в этом списке, то, что откликается, подумайте о том, чтобы начать принимать капсулу с цинком Тиньши. Если у вас частые простудные заболевания, кожа имеет серый оттенок или плохо заживают раны, если у вас снижено обоняние или происходит ухудшение зрения, особенно в ночное время, то это те признаки, по которым вам надо обязательно подумать о приеме капсул с цинком Тиньши. Принимайте капсулу с Тиньши два раза в день. Если у ребенка от 5 до 10 лет, то по 1-2 капсулы, если ребенок старше 10 лет и взрослой, по 3-4 капсулы. Чай Тиньши один из моих любимых продуктов у Тиньши. Он содержит 4 полезных компонента, которые с разных сторон, но работают в одном направлении. Геностема пятилистная. Ее еще называют восточным женьшением. Она обладает очень выраженным тонизирующим эффектом, одним из проявлений которого будет ускорение метаболизма веществ. Листья лотоса. Они содержат L-карнитин, который ускоряет сжигание жиров, а кроме того, снижает аппетит. Таким образом, также способствует снижению веса. Корень горца многоцветкового содержит холин. Это то соединение, которое ускоряет перистальтику кишечника и таким образом снижает всасывание холестерина. Сена притупленная листная. Во-первых, она избавляет человека от запоров, той проблемой, которая является сегодня бичом. Во-вторых, способствует увеличению потребления жидкости, за счет чего, опять же, человек меньше хочет есть. Ну и третье, ускоряя перистальтику кишечника, она способствует более быстрому избавлению от токсинов и таким образом полезные вещества усваиваются лучше и метаболизм усиливается. Чай тиньше – это выбор людей, которые хотят иметь стройную фигуру. Благодаря приятному растительному вкусу и действенному составу чай завоевал и продолжает завоевывать все больше поклонников во всем мире. Принимайте чай тиньше два раза в день в качестве чая, но перед этим один-два пакетика настаивайте в 200 мл воды. Продолжение следует... Продолжение следует...